В зале Дворца культуры и искусства ветераны ликвидированных и закрытых угольных предприятий города. Причем два из них отмечают в этом году юбилеем. 135 лет назад приступили к работе горники шахтуправления Кольчугинская, а шахте имени Рославского исполняется 105 лет. С юбилейными датами и Днем шахтера ветеранов тепло поздравила заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по экономике промышленности и финансам Оксана Линкина, подчеркнув, что история угольных предприятий – это тысячи судеб шахтеров, которые трудились здесь поколениями и династиями. У нас с вами на сегодня главная задача – это сохранить память о заслуженных ветеранах и рекоментированных предприятиях. Чтобы их пример мы могли показать нашему молодому подрастающему поколению, нам необходимо повысить авторитет, престиж шахтерской профессии. Уважаемые активисты ветеранского движения, хочу сказать вам слова благодарности за вашу активную общественно-гражданскую позицию в защите справки и интересов ветеранов. От имени главы городского округа Константина Тихонова она вручила благодарственные письма заслуженным ветеранам, поблагодарив руководителей их первичных организаций. Эта встреча знаменательна еще и тем, что проходит дни подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса, а в 2020 году предстоит отметить 75 лет Великой Победе и 95 лет Ленинску-Кузнецкому. Приветствую всех собравшихся в зале об истории угледобычи в нашем шахтерском крае рассказал директор Кемеровского областного фонда шахтерская память имени Романова Николай Меньшин. Кроме того, в знак признания заслуг ветеранов от фонда шахтерская память он вручил материальную помощь, которая накануне для шахтеров стала уже традиционной. Вместе с кольчугинцами и ярославцами матпомощь получили пенсионеры других закрытых предприятий и Газовского ШПУ, ЛКШСУ, Треста Ленин Шахтострой, Орса Ленинскуголь. Тем ветеранам, кто не смог прийти в ДК, подарки к празднику доставят на дом.